Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад вас приветствовать на своем канале! Сегодня у нас в козях ножичек Steelville Cajac, но Cajac небольшой, а Cajac маленький. Аббревиатурка у него S22M. Приходит в такой же точно коробочке, как и старшие братья. Внутри у них другая коробочка, здесь пупырка фирменный, такой буклетик и ничего особенного, но очень все красиво и презентабельно выглядит. Старшие приходят в коробочках побольше и сейчас мы будем это все сравнивать. Недавно я рассказывал вам о своем рейтинге летних ножей, ссылочка на видео будет в верхнем правом углу, где я, будем так говорить, хвалил свой новый нож от фирмы Steelville. Это была вот такая маленькая интрига, длинненькая, худенькая, легкая, летняя ножулька, в принципе, с которой я сейчас и хожу. А сегодня ко мне в гости приехал маленький Cajac. И честно говоря, я просто, ну просто в восторге от этого ножа. Несмотря на то, что с Cajac'ами я уже имел дело и как-то их, наверное, в своем рейтинге летних ножей обошел незаслуженно. Это хорошие, полноразмерные, отличные ножи со сталью D2, американская фирма Steelville. Делаются ножи в Китае, конкретно на Тайване, с отличной термичкой от американских стали-делателей. До почти 59-60 единиц порокула с отличной механикой. На шайбах полноразмерные, хорошие ножи. Ну, в принципе, в интернете очень много отзывов об этих ножах. И поэтому рассказывать что-то новое тут разве что о своих впечатлениях. И вот пришел вот такой малыш с замечательным коричневым ФРНом на накладках. И посмотрите, как он лежит в руке. Насколько он маленький. У меня маленькая рука и этот нож, ну просто замечательно ложится ко мне в руку. И смотрите, какой у него баланс, как раз на подпальцевой выемке. Нож просто отлично сбалансирован, тоненький. Накладки у нас из ФРН. Все лайнера у нас утоплены, облегчены. Отличная механика. Причем очень порадует эта механика левшей. Вот я даже правша, а ножичек... Есть ножи, которые невозможно открыть левой рукой. А здесь просто замечательная механика. Несмотря на то, что здесь шайбы, механика почти такая же, как на бенчах. Поэтому все здесь летает, замечательно открывается и закрывается. Ну давайте по порядку и я вам покажу, расскажу. Значит, ножичек у нас 180 мм. В длине клиночек у него полная длина будет составлять 78 мм. А режущей кромки, вот благодаря тому, что производители сделали вот такую дульку для того, чтобы... Или под пальцевую выемку клиночек у нас остался всего... Обиженной режущей кромки осталось всего 70 мм. Ну, в принципе, как и на старших братьях. Но если старший брат это серьезный такой полноразмерный нож, посмотрите, как он лежит в руке, то младший полностью прячется в ладошку и может быть там замаскирован. Остальное все бэкспейсер, насечки, все как у старших братьев. Единственная разница в размерах. И по размерам давайте посмотрим с другими нашими любимыми ножами-малышами. Ну, прежде всего, хочу сравнить ее, конечно же, с моей любимой деликой. Это нож почти одного форм-фактора, за исключением того, что у делики у нас, видите, какой клиночек, не всегда очень удобный для резки продуктов. А здесь просто замечательный животик. Нет никаких отверстий и никаких, кстати, нет шпеньков, как на бенчмейдах, которые почти залазят всегда на режущую кромку и этим самым съедают рабочую поверхность, которой можно резать, особенно продукты. То для продуктов вот эти ножи, эти ножи просто замечательные. Во-первых, благодаря тому, что нож можно держать двумя такими вот хватами. Интересно, я представляю палец. То есть контроль ножа, ну, например, при чистке картошки где-то в полевых условиях или при резке продуктов, или при каких-то там тонких строгательных работах, там щепочку или карандаши мы уже давно не точим. Я лично пользуюсь механическими карандашами. Ну, вот этот нож просто замечательная, такая приятная рыбка. Посмотрите, как он смотрится, все эти надписи. Посмотрите, какой приятный, такой вертикальный, почти незаметный сатин на клинке. Правда, пальцы будут остаются, но режет нож. Режет нож просто, исключительно красиво и хорошо. Потому что сведен нож очень тонко и термичка здесь на ноже действительно находится под контролем американских опцов, основателей фирмы Steelville. Поэтому, если, друзья, увидите ножи Steelville, не проходите мимо. Вероятно, их тонкая рукоять, облегченные лайнера не дадут вам возможности ощутить такой вот здоровый рабочий нож. Обратите внимание на старшего брата. Но если вам нравятся небольшие ножи Steelville, Kajak S22M, вам, поверьте, понравятся. Есть с зелеными накладками, есть с черными. И вот у меня с коричневыми накладками называется цвет TAN. На коробке, во всяком случае, написано TAN. Так, ФРН, TAN. Пусть вас не смущает то, что D2 является сталью у нас, которая подвержена ржем коррозии. Если вы будете следить за ножом, его протирать, вытирать и своевременно смазывать, и не носить в потных карманах, как у нас говорят, то нож вам прослужит долго, честно, и будет вам помощником во всех ваших приключениях. Я очень, очень рекомендую всем, кто любит маленькие ножи, обратить внимание на маленький Kajak. Поверьте, он вам принесет удовольствие не меньше, чем ваша любимая Delica или ваши любимые мини-гриптилианы. Потому что нож действительно заслуживает этого внимания. Ну и, подводя итоги, в конце хочу вам немножечко, вроде как, запустить рекламку. Если вы проживаете в Украине, и вам хочется приобрести недорогие качественные ножи, которые завозят практически по оптовым ценам, внизу будет ссылка на две мои группы в Фейсбуке и на мой телеграм-канал. Подписывайтесь, друзья, заходите, стучитесь, спрашивайте. Если что-то не найду у себя, то, что вам понравилось в моих видео, посмотрите другие мои видео-обзоры. Если вам что-то понравилось, какой-то нож, стучитесь, помогу приобрести. Если не найду у себя, есть много друзей, ножеманов, люди, которые болеют ножами, возят эти ножи, меняются, продают. Подберем вам то, что вам по душе и то, что вам нравится за небольшие цены. Всем хорошего настроения, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Всем успехов, удовольствий, до новых видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok